Всем добрый вечер! У нас вечер. Я решила записать видео для вас. Многим понравилось то, что я отвечаю на вопросы на ваши, поэтому решила отдельно записать. Пока там детки играют, более-менее тихо я решила сделать видео. Так. Почитаю сейчас ваши вопросы. Вопросов опять много. Сейчас найду, найду, найду. Подождите. Так, первый вопрос. Так, как-то бы так поставить, чтобы вам было лучше меня видно и это. Как вы думаете, почему у вас так мало подписчиков? Ну, потому что неинтересный канал. Я прекрасно. Ребята, я это понимаю. Постараюсь все это исправить. Постараюсь снимать все прям. Все-все-все. Даже пускай будут игрушки. Знаете, вот, когда я снимаю, когда у детей игрушки разбросаны, там где-то бумажки, они рисовали, оставили так. Потом мне пишут, что вы за мать, вы не убираетесь, ничего не делаете. Хотя, ну, вот сейчас у меня двое детей на больничном. Это Мариночка и Ванечка. Они дома сидят. Как вы думаете, будет дома чисто? Вот я уберу игрушки, все уберу, на столе уберу, краски уберу, все уберу. И что? Они думаете, будет сидеть спокойно просто и смотреть? Нет. Они тут же берут, я вот только убрала, они тут же за мной идут, все это раз и опять раскидывают. Это нормально, это дети, это детство. Как звали вашу маму? Мою маму звали Елена. Елена Михайловна. Маму звали Елена Михайловна. Поэтому вот так вот. Отчего умерли дети у мамы? Одному делали операции. Он родился, у него что-то с желудком было. Ему две операции делали, а третий он не выдержал. Ему еще даже месяца не было. Он не мог ни есть путем, ни пить, ничего нет. И поэтому так. А второй ребенок умер. У него преждевременные роды начались из-за того, что с тем мужчиной, с которым она жила, он ее побил. И у него преждевременные роды начались. Врачи пытались спасти, но не смогли. Ребенок минут 30-40 пожил и умер. Там сестренка была. Первый был братьев, вторая сестренка. В вашем городе есть церковь? Да, у нас есть церковь. В Марчанах одна церковь. Вторую строят, но пожертвований мало, поэтому строится очень медленно церковь. Но она строится. Если у вас нельзя без крестных, возьмите свекровь тогда. А при чем здесь свекровь? Не понимаю. Свекровь-то нельзя, ведь она же бабушка, получается, детей. Чем вы кормите Тайсона? Тайсона кормим. Бывает, что и со стола можем дать еду, и каши варим ему. Любит он очень куриные лапки. Я иногда покупаю пакет лапок и просто так ему отдаю. Он их съедает только в путь. Он, по идее, у нас не привередливый пьес. Он у нас ест все. Иногда покупаю сухой корм, даю тоже. Ну, это чисто как баловство, знаете, так приручить. Вот где-то лапу подай, как сказать, надрессировать. Он научился у нас лапу давать из-за того, что мы ему после этого давали кусочек сухого корма. Вот это получается как для дрессировки. А так он у нас все ест. Очень худой. Проглистуйте его. Тайсона я глистую. Раз в три месяца даю таблетки. Чаще, ребята, давать нельзя таблетки. Я покупаю наивонный возраст. У нас есть ветаптека. Я там беру. Я обязательно даю раз в три месяца. Знаете, в чем причина? Он у нас бродячий вообще пёс. Он не из дома, он не породистый, ничего. У нас в теплотрассе тут каждый год бывает по два раза за год может родить собака. И получается так, что щенков никому не надо. И когда-то у нас Мухтар еще был. И щенок просто забрел к нам сюда, и все. Мы его выкидывали за забор, убирали. Но не нужен был нам на тот момент, потому что у нас был Мухтар. И он все равно обратно пробирался к нам сюда. Влад говорит, ну если до весны не уйдет, я, говорит, его на цепь посажу. И он до весны так и не ушел. А мне жалко было, я его все равно прикармливала. Маленький щеночком был. И так и остался у нас. Он бродячий, он пожизненно худой. Вот да, когда я ему даю таблетки... Извините, сейчас прервусь. Приношу извинения. Да, когда я ему даю таблеточки, он немножко поправляется. Но это ненадолго. Это буквально недели две. И потом он опять теряет, и опять становится худой. Ну, чаще ему лекарства давать ни в коем случае нельзя. Это будет передозировка. Так в ветклинике мне говорили. Почему вы должны думать, как найти работу мужу, а не он? Нет, почему и он думает, и я. Я чаще смотрю в интернете работу, потому что он все время на работе. Я через интернет пыталась искать. Но пока ничего такого я не нашла. Так что вот как-то так пока. Десять. Так, освободите. Сводите Оксану к врачу. Семь лет уже не писаются. Есть такое вот... Как мне объясняли, я со Светой тоже часто мы ходили, и анализ сдавали, и все. И что только нам не говорили. Но вот, знаете, есть такое... Как бы объяснить? Пока у девочки не начнется месячное, может быть такое. Вполне. Врач это объяснил. Поэтому это все возможно. Но она не всегда писается. Она редко, но бывает, что вот может записаться. Поэтому у нас вот так. Но ничего страшного. Я ничего в этом такого не вижу плохого. Анализы мы сдавали. Анализы у нее хорошие. Все у нее хорошо. И УЗИ делали, и все. И вот что Свете, что Оксане делали. Это со временем все пройдет. Так, у вас центральное водоснабжение? Да, у нас вода есть, а у нас нету слива только. Сколько квадратных метров у вас в кухне? Ну вот кухонный гарнитур я купила 2 метра. Плюс окно полтора. И до печки там у вас еще полметра. Вот считайте. Но кухня небольшая. Так. Дети играют на досках небезопасно. Да не переживайте. Там все закреплено. Все очень крепко было сделано. Муж же проверял. Поэтому все нормально. Эта тюль очень хорошо подойдет на кухню. Не, ребят. Эта тюль широкая. У нас окно полтора метра. Она очень широкая получается. Вам прислали кондитерский шприц? Он пришел вот буквально недавно. Мне уже и деньги за него вернули. И все. Там не кондитерский шприц, а этот мешок кондитерский. А это уже, который я позже заказала. А шприц так и не пришел. Сколько вам обошлось стол, стулья? Так. Стол и стулья. Сейчас я вам даже точно скажу. Потому что у меня где-то в сообщениях это есть. Я переписывалась с формулой мебели. Так. Это не то я открыла. Сейчас я посмотрю и вам точно смогу сказать. Потому что заказывала я через наш магазин. На нефтяне. Вот. В городе у нас тут есть так. Табуреты. Табуреты каждый по 490 рублей. Вышло 5 табуретов. На сумму 2,450 плюс. Стол 4,350. И вот кровать плюс. Еще 2,590 я заказывала. Но открывать все еще не пришла. Так что вот как-то так. Дальше, дальше, дальше. Так, стулья. Дети быстро изрисуют. Свяжите на них чехлы. Да, это я вот поэтому и не хотела такие стулья. Потому что я понимаю, что они или ткнут чем-нибудь, порвут вот эту вот облицовочку саму. Да, зеленую, мягенькую. Или же и зарисуют. Но я чехлы на машинке прощу, скорее всего. И на резиночке сделаю, чтобы вот оно надевалось, как просто на резинке так же. Так, 18. Что означает фраза «дети палькаются»? Ну, в воде они палькаются. Мне кажется. Да, вы можете такие фразы услышать. Это еще из моего детства. Это нормально. У вас детям даже стелить лекарство бесплатно. У нас есть бесплатные лекарства, но они не всегда есть. Бывает, что вот, например, выпишут лекарства, и в аптеке нет. Вот так вот я как-то один раз дала тоже лекарства. И через месяц прошел, а потом уже рецепт все перестает действовать. А лекарства так и не пришли. Ну, я хотя все равно, если даже и выписывают, я стараюсь купить сначала. Потому что пока мы дождемся. Не всегда в аптеке есть сразу, чтобы они выдали. Которых нет, я покупаю. У вас есть стиральная машинка? Обязательно, ребята, есть. Есть машинка, но она немножко подтекает. Потому что там дети резинку или дети оторвали. Или же она во время стирки как-то резинка порвалась. И получается возле дверки протекает. Я там немного смогла заклеить. Но все равно я как-нибудь видел. Я вам обязательно это покажу. У вас была когда-нибудь машина? Если у вас права. Машины не было. Нет, была. Когда-то был этот. Как, Владик, он называется? Москвич? Машина? Был москвич, но на нем мы не ездили. Потому что тогда не было права. А потом мы вообще его продали. Это еще лет 10 тому назад, наверное, было. Мы покупали за 6 или за 7 тысяч. И потом продали. На мужа попробуйте оформить кредит на холодильник. Тоже не дают. Поэтому уже даже и не пробуем. Я начинаю потихоньку отлаживать деньги на холодильник. Гречневые спагетти никогда не пробовала. Как они на вкус? Я раньше тоже не пробовала. Мы как-то со Светой ходили в магазин. Она увидела и говорит, мам, давай вот эти вот возьмем, попробуем. Там были гречневые и были рисовые. И вот знаете, Свете они очень нравятся. Ну вот мне тоже нравится, если и горячими есть. Если и холодными есть, они не очень такие вкусные. Но так-то они, в принципе, нормально. Покажите сваренными. Обязательно покажу, когда сварю. Прошу прощения, дети, как всегда между собой. Спагетти как-нибудь отварю. Покажу вам, какие они есть. Если Егор будет ходить на гитару, то на бокс не стоит. Надо беречь пальцы. Ну да, в этом плане вы в каком-то смысле правы. Но я не знаю, он раньше не хотел на бокс. А тут, говорит, мама, что-то хочется прям так на бокс. Там, говорит, можно и тело подкачать. Я говорю, тело можно не только там подкачать, по сути. Также и баскетбол. Баскетбол вообще мне нравилось. Я сама в детстве баскетбол играла. Поэтому. Ну там он решит уже. Там мы еще не знаем, какие у нас здесь откроют во второй школе кружки. Сейчас пока просто принимают бумажки и спрашивают, какие бы вы хотели кружки. Мы просто пишем. А там они уже будут решать, какие откроют, на те и пойдет. 25. Настя в кадре попадает постоянно нижний белье. Ты уже смотри, когда снимаешь. Дорогие друзья, у нас просто сейчас на улице белье не сохнет. Потому что сегодня вот целый день, целый день дождик. Веревки на веранде у меня все заняты. Дома приходится вешать. Обязательно нижнее белье детское вешаю дома. Поэтому да. Косяки будете красить. А то зеленые как-то не очень. Да, мы будем их перекрашивать. Может быть даже если сможем, то переделать немножко. Но это все будет впереди. Так. Почему не показываете процесс ремонта? Да потому что, когда я показываю, потом начинают всякие писать похабные. Не похабные, даже знаете, оскорбления. Оскорбления, что вот это я не то делаю, это я не так делаю. Мы делаем в меру своих возможностей ремонт. Что вот у нас есть возможность, мы делаем. Главное, что чисто детям и все. По сути, у нас нет таких больших возможностей. Вот, например, плитку там постелите. Это там сделайте. Ребят, ну вот есть возможность, я делаю. Поэтому я потихоньку все сделаю и потом вам все уже покажу. Света хорошо рисует. Есть бесплатный кружок у Нины Кобец. Могу адрес дать. Это, я так поняла, с нашего города или нет? Света, да. Света очень хорошо рисует. Она сама учится. И Катя у меня хорошо рисует. Ей тоже очень нравится. Они вот вместе очень красиво рисуют. Они и плакаты рисуют. Кашколи рисунки всякие. И в этом, да. У меня когда-то Света ходила на кружок рисования. Но потом не стало. Из-за того, что вторая смена, она не успевала. И получается, что она пропускала. Так бы она была с радостью, наверное, еще походила на кружок рисования. Да? Я не ходила вообще никогда. Ты не ходила? А, это у нас Егор ходил. Или Маша ходила на кружок рисования? Егор ходил, да, на кружок рисования. А Света сама ходит. Иди играй. Чего нет-то? Чудо в пюрышках. Я хочу ходить. Так. У Нины Кобец. Это с нашего города? Художник? Или что? Да. У нас есть родственница тетя Валя. Она тоже хорошо рисует. Да, Света? Угу. У нее прям картины такие красивые. Вот. Можно у нее попросить пару уроков рисования. Вот тут Валя. Так. Дальше. Если текет холодильник, то поменяйте компрессор. Дорогие друзья, холодильник ненадолго нам починили. Поэтому будем ждать. Копить буду сейчас отлаживать деньги на другой холодильник. И потом поменяем. Надеюсь, что к Новому году я уже возьму его. Да, Ваня? Но с донатом я, ребята, не разбираюсь. Да. Иди там поиграй. Хорошо. С донатом я не разбираюсь. У меня потому что больше им занимался это Ильюша. Он мне делал его, а я не разбираюсь. Показывайте процесс готовки, а не только свое лицо. Постараюсь, ребята, показывать процесс готовки. Так будет интереснее. Хорошо. Я постараюсь. Скоро все будет. Вот как только все везде доделаю, все будет сниматься. Почему не видно, сколько лайков и дизлайков? А там значок, по-моему, убирается, что ли? Я не знаю. Надо посмотреть, разобраться. Какой у тебя вес и рост? Последний раз вес был 78, а рост 160 или 170. Короче, не знаю, ребята, рост. Так. Вы действительно хотите купить сначала камеру, а потом к зиме одевать детей? Все? Нет, ребята, камера не в первую очередь. Ни в коем случае. В первую очередь это, конечно же, мои дети. Мне надо будет их приодеть. А потом уже, если я смогу, буду убрать камеру. Но ни в коем случае. Нет, нет, нет. Вы даже так не подумайте. Да, я могла в видео сказать, что вот хотела бы ее купить. Да, я так даже говорила. Но я не беру это в приоритет превыше всего. Превыше всего это мне сейчас одеть детей. Все. Потом на втором плане это будет уже покупка холодильника, откладывать деньги. А потом уже, если будет возможность какая-то, то тогда я куплю вот эту вот камеру. Но вот она на Алиэкспресс также около 3000 стоит. Но вот пока я ничего в этом плане даже не думаю. А? Маша, я тебя даже не понимаю, что говоришь. Маша говорит, что потом посудомоечную машину. И нынче комментарии, знаете, читала. Поучись у канала Семьи Колесниковых. Они, говорят, там и на этот мотоблок заработали, и на косилку. И как она? На сушилку, по-моему, да, называется она. Купили себе за 60 тысяч. Да, я посмотрела эти видео вам сегодня специально. Не, ну за 60 тысяч это очень дорого, ребята. Я себе машинку стиральную, самую дешевую, брала за 12 тысяч. И вот хотела бы еще приобрести одну, чтобы... Ну, знаете, и то это предел всего. Насчет холодильников тоже писали. Настя, посмотри с рук. Бывают хорошие холодильники, да. Но вот этот вот я тоже брала с рук. Что он у нас, наверное, года три отслужил. И все. Поэтому с рук я уже стараюсь технику не брать. Если беру ту уже новую, чтобы на дольше хватило. Потому что я этот холодильник брала, по-моему, за 5 мы, да, Владе, холодильник брали? Ну, за 5 тысяч мы брали холодильник, а у нас прослужил три года. Да, многие скажут, ну вот за 5 тысяч прослужил три года, как раз накопишь на новый. Ну, так я и так накоплю. Я очень надеюсь. Буду с каждой зарплатой отлаживать денежку и накоплю. Потихонечку, понемножечку. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот были у меня ответы. Пишите новые вопросы. Постараюсь опять поотвечать на них отдельным видео. Так что пишите. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье. И всем пока-пока.